Есть такое выражение, у вокалиста два регистра. Давайте сегодня попробуем на простых примерах разобраться, где какой. Все на самом деле очень просто. В грудном регистре мы разговариваем, либо можем позвать кого-то. Надя! А головной же регистр мы можем найти, изобразив бой волка. Чувствуете, как звук перенесся отсюда-сюда? Либо, вздохнув вот так вот, такой стон. Если у вас получается АХ, вы в грудном регистре. Будет вибрация вот здесь. Нет никакой здесь вибрации, звук перенесся в головной регистр. Или на более низких нотах мы можем найти головной регистр, разобразив сову. У-у-у-у-у. Не путать с У-у-у-у-у. Это грудной регистр. У-у-у-у. Как видите, головной регистр, он более полетный и легкий. Вот, например, в хоре поют больше головным регистром. Прекрасно и далеко. И звук получается полетный, и так легче друг под друга подстроиться. Но эстрадно-джазовый вокал построен в большей степени на грудном регистре и иногда разбавляется головным. Яркие примеры из песен смешения грудного и головного регистра есть у Бьонсе в песне «Хэйлоу». Сначала я спела в груди, потом перешла в голову. Или песня Уэтни Хьюстон. Сэйв инома лав фо ю-у-у. Фо ю-у-у. На ю я всегда уходила в головной регистр. Или новая песня Полины Гагариной «Обезоружено». На конце предложения я тоже всегда уходила в голову, и звук становился более полетным. И на самом деле есть множество примеров. Будет вам домашнее задание как раз послушать песни и услышать, каким регистром в данный момент пользуется певец, и где он использует переход из одного регистра в другой. Итак, я надеюсь, этот урок был для вас полезным. С вами была Маргарита. И, конечно же, пойте красиво. Фо ю-у-у. Фо ю-у-у. Фо ю-у-у. Субтитры подогнал «Симон»